МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Информационную картину дня вам представит корреспондент нашего канала Ягуль Нержакен. Сегодня в программе. Найдено тело пропавшего перед свадьбой Айбека Мустакаева. В условиях низкой водообеспеченности Карагандинской области все большую роль играют природные родники. Для обустройства одного родника необходимо в среднем 2,5 тысячи долларов. 43 юрты были установлены на площади перед Стеллой Независимости. Обо всем по порядку. Пропавшего Айбека Мустакаева нашли мертвым на окраине города Абай. 22-летний парень пропал более двух месяцев назад, в канун своей свадьбы. Наша съемочная группа вместе с отцом убитого парня побывала на месте, где было найдено тело. 3 января Айбек Мустакаев выехал из Абая со знакомым, который оставил парня в Михайловке возле магазина «Стекляшка» примерно в 10-м часу вечера. Айбек спешил на встречу к девушке, с которой мечтал соединить свою жизнь. 14 января у пары должна была состояться регистрация брака. На следующий день друзья решили начать поиски самостоятельно. Они обследовали район Михайловки и города. Мы все в Кураганду, все закоулки, все сугробы, все обчистили. Все, которые были там, бараки разбитые, везде были, лазили и ничего никак, ноль было извести. А у Абая оказался. Сотрудников не было, полиции вообще. Никого не было, никто не приезжал. МЧС приезжали, помогали в поисках. Сотрудников никого не было вообще. Мы сами все проводили. Азат Сулейменов дружил с Айбеком с пяти лет. Для него смерть близкого друга – большая утрата. Навсегда я веселый был, доброжелательный человек. Всегда навеселее. Никогда не было, чтобы что-то. За меня я точно знаю, он мог горы перевернуть. Близкий. Ориентировки с фотография Айбека были расклеены по всему Абаю и Караганде. К поискам парня подключились волонтеры. Но и это не дало никакого результата. Лишь после Науры за 24 марта родителям молодого человека сообщили, что нашли тело Айбека. Молодой человек умер насильственной смертью. Отец Айбека рассказал, что его пытались сжечь. Оказалось, хотели сжечь его, но он полностью не сгорел. Поэтому мы смогли его опознать. Вот, там, по приметам на теле. Лицо чуть обгорело, тело немного, вот, нижняя часть, вот, ноги, все осталось целым. Родители не понимают, за что убили их сына. Ни друзья, ни родственники никогда не замечали за ним никакой агрессии. Все близкие и знакомые Айбека надеются, что виновных найдут и не оставят без наказания. По факту обнаружения тела Безиси пропавшего, жителя Абайского района, с признаками насильственной смерти, проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1 УК РК убийства. Отрабатываются различные версии. Руководством ДВД Карагандинской области создана следственная оперативная группа для раскрытия особого тяжкого преступления. В Караганде состоялось заседание Гражданского совета Караганды. На проект «Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики Евросоюзам было выделено 7 миллионов 100 тысяч евро». На что будут потрачены эти деньги – в следующем сюжете. Основные доходы жители Шетского района получают от животноводства. Летом фермеры переводят скот на джайляу, где для водопоя животных и для собственных нужд используют природные родники. Природные родники – естественный выход подземных вод на поверхность земли, главные источники обеспечения пресной водой. Руководитель Ассоциации крестьянских хозяйств Шетского района Тлеукабул-Весимбекулы выиграл грант и теперь готовится привести в порядок 10 затоптанных природных источников окружающий Шетский район. На каждый родник Евросоюз выделил 2500 долларов для установки специального оборудования, позволяющего сохранить пресную воду. «Я возьму все родники под присмотр, почищу их, закрою, чтобы скот не ходил по воде и люди не загрязняли. Планирую установить специальные краны, теперь вода будет чистой». Работы по сохранению родников не проводились в последние 30-40 лет. Каптаж родников позволит сохранить речки проектной территории, используемые населением для питьевых и хозяйственных нужд, от высыхания. Рассматриваются эти и другие вопросы на заседании Гражданского совета Караганды. Вопросы, касающиеся непосредственно населения, жителей города, села, района, разницы нет. Надо эти вопросы как раз здесь обсуждать и непосредственно через наш канал, наш общественный совет эти вопросы доносить до местной исполнительной власти. Почему? Потому что сами местные исполнительные власти могут и не видать полностью, что происходит вообще в том или ином окраине города. Реализацию проекта по сохранению родников и других водных источников осуществляет Ассоциация крестьянских хозяйств Шетского района. Работы начались в январе текущего года, а должны быть завершены к декабрю следующего. В настоящее время ведутся подготовительные работы, заготовки и завоз строительных материалов и инвентаря. Ремонт на строительные работы будут начаты после схода снега, как подсохнет земля около родников. Екатерина Апанаси, Вожек Сулык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр City Mall. Третий этаж. Продолжаем выпуск. На площади перед Стеллой Независимости воздвигли 43 юрты. Так карагандинцы отметили наурыц. Жителей поздравил Аким области Нурмухамбет Абдибеков. На мероприятии среди гостей был известный российский академик Вигам Ванян. Подробности в сюжете Аймамриной. Иностранный гость приехал в Казахстан впервые. Астана, а затем Караганда оставили у академика неизгладимое впечатление. Ведь раньше его представление о нашей стране было очень ограниченным. Он считал, что казахстанцы живут в степи и носят камзолы и чапаны. Увидев воочию празднование наурыц в карагандинском регионе, он остался очень доволен. Его покорила гостеприимность карагандинцев и национальное блюдо – беспермак. Приехал в Вигам к коллегам из Политехнического университета и даже надел национальный костюм. На центральной улице были раскинуты 43 юрты. Во всех можно было увидеть на урыскужье, баурсаки и кумыс, а также национальную одежду, доспехи и украшения коренного народа. Нам даже удалось взять интервью у настоящего батыра, а точнее у сотрудника краеведческого музея, который решил показать горожанам изумительные доспехи, вес которых составил 20 килограммов. В этот день, прекрасный день, хотелось бы всем жителям Казахстана пожелать здоровья, главное, ну и чтобы далее наш мирный Казахстан процветал. Горожане спешили сделать селфи с батыром. Всего за полчаса с ним сфотографировались около ста человек. А главная сцена была похожа на поле тюльпанов. Флешмоб красно-зеленых предвестников весны завораживал взгляд. Как известно по древнему восточному календарю, приход Навруза означает наступление Нового года. А с Новым годом каждый из нас связывает свои конкретные планы, надежды и мечты, самые сокровенные желания. Пусть они все осуществятся. Пусть Навруз Мирама принесет счастье и благополучие вам и вашим семьям. Аким области подчеркнул, что мир и согласие в Казахстане в первую очередь царят благодаря толерантности каждого гражданина. Глава региона пожелал жителям хранить это достояние и жить дружно. А имам Рина Исламбек Успан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Жители Юго-Востока на Наурыск кормили бесплатным узбекским пловом и баурсаками. На площади перед Домом Дружбы красовались юрты, поставленные этнокультурными объединениями города. В них можно было отведать блюда всех национальностей и, конечно же, попробовать наурыск уже. Как веселились карагандинцы, узнавала Айма Рина. Нешуточные спортивные страсти разогрели карагандинцев, собравшихся перед Домом Дружбы. Еще бы, ведь не каждый день увидишь перетягивание каната настоящими джигитами. Толпа зрителей подбадривала их громкими возгласами. А представители таджикского объединения рассказали, что они начинают празднование Дня равноденствия с 14 марта. Таджики и иранцы отмечают, начиная с 14 марта, это Чоршамбе-Сури называется. Вот они сразу закладывают специальную пшеницу, потом приготовляют специальные сладости восточные. Потом у нас принято украшать стелы такими продуктами, которые начинаются на букву «С». За бесплатным пловом выстроилась самая настоящая очередь. Люди ели как в юртах, так и на свежем воздухе. Плова хватило на 400 человек. Все поздравляю с праздником, дай Бог вам здоровья, всем благополучия. В юрте Карагандинского государственного университета угощали кумысом. Педагоги в национальных костюмах с улыбкой разливали напиток всем желающим. Обещали, что в следующем году организуют праздник еще масштабнее. А имамлина Исламбеку-Спан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Праздник весеннего равноденствия отметили жители Пришахтинска. Горожане собрались перед Домом культуры «Молодежный» и насладились творчеством талантливых артистов. Зрители порадовали игра дамбристов и красивые хореографические композиции. Подробности в следующем материале. Празднование на Урыс в Пришахтинске началось с раннего утра. На площади перед Домом культуры молодежные расправили свои крылья красочно оформленные юрты. Жителей радовали артисты. Среди них особенно выделялся ансамбль бабушек. Так они себя назвали, несмотря на то, что в их коллективе есть один аксакал. Они пели и показывали национальные обряды, заслуженно срывая аплодисменты горожан. Всех казахстанцев поздравляю с праздником на Урыс. Желаю всем мира, добра и благополучия. Организаторы праздника отмечают, что на Урыс каждым годом набирает популярность среди населения. На площади собираются все больше народа. Сегодня праздник большой. Мира, добра, дружбы. И хочется пожелать, чтобы мы жили одной дружной семьей. Собравшимся Далбатак, Зырбаба. Жители угощали баусаками и на Урыскужье. Аймамрина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Весенний праздник на Урыс встречали все карагандинцы. А самые маленькие сами провели этот праздник. Воспитанники мини-центра Бубек показали, насколько хорошо они знают культуру и обычаи казахского народа. В мини-центре обучается 50 детей. Все они вместе с воспитателями показали настоящее представление для своих родителей. Ребята пели песни на родон-языке, танцевали и играли в национальные игры. Праздник в национальном колорите радовал и детей, и взрослых. Ребята показывали свои творческие способности в песнях и танцах, а силовые способности в играх. Перетягивание каната, бои мешками, армрестлинг и многое другое подарило хорошее настроение всем присутствующим. Родители старались запечатлеть все происходящее на память. Желаем всем счастья, здоровья, доброты. Хоть наша погода сегодня нас не балует, но чтобы в ваших сердцах было всегда добро, царил уют, веселье в ваших домах. Празднование Наурыза помогает ребятам расширить знания о национальной культуре и казахских праздниках. Лариса Кусынова, Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Настоящий праздник устроили воспитанники детского сада Гаухар. Детки организовали яркий концерт, посвященный весеннему празднику Наурыз. Танцы, песни и казахские забавы – все, как и положено на празднование Восточного Нового года. Концертный зал напоминал большую юрту, а присутствующую – дружную семью. Воспитатели, дети и родители пришли в национальных костюмах. Был накрыт праздничный дастархан, стол украшен баурсаками и наурыз-кожи. Готовились мы всего лишь неделю. Могу отметить, что это очень короткий срок. Учили стихи, ставили небольшие постановки, танцевальные и музыкальные номера. С помощью таких концертов детки не только демонстрируют свои умения, но и узнают об обычаях и истории своих предков. Можно сказать, что все старания не прошли даром. Ребятишки постарались на славу. Родители были в восторге от того, как легко и непринужденно дети ведут себя на сцене. Маленькие артисты завораживали своими костюмами и исполнением номеров. Ребятишки с легкостью смогли передать все особенности быта казахского народа. Канал администрации и рабочего коллектива «Садик Калхар» благополучия, успехов, любви и процветания. Да, у нас было мероприятие в нашей группе. Он и пел, и танцевал, и рассказывал стих. То есть он активное участие всегда принимает. Устроить подобный праздник не так уж и тяжело, говорят воспитатели. Ведь каждый из детей хоть немного, но все же знает о традициях своего народа. Ежедневно мы приобщаем детей к культуре народа Казахстана. Через обычные пословицы, поговорки, стихотворения и сказки. Мы воспитываем будущее поколение. А сердце Замбаева, Алжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Официальным представителем южнокорейской компании «Киви Компани» в Караганде стало авиаагентство «Керемет». Лечение в Южной Корее для жителей шахтерской столицы стало доступнее. Представители «Киви Компани» в непринужденной обстановке рассказали горожанам о выгодном сотрудничестве и о всех преимуществах лечения. Работает компания с 2011 года и представляет полный спектр туристических услуг. Развлекательные экскурсионные туры, бизнес-туры, но самым главным направлением является медицинский туризм и лечение в Южной Корее. Туристская компания «Киви Компани» – это южнокорейская компания. Как я сказала, главной офис у нас находится в самом Сеуле. Филиал у нас находится в Алмате, а также в Узбекистане, в Монголии. И я хочу представить компанию «Кирилет Киезе», которая является нашими представителями в Караганде. Ни для кого не секрет, что медицина в Южной Корее лидирует по всем направлениям. Чтобы получить медицинское образование в этой стране, нужны не только большие финансовые вложения, но и необходимо иметь настоящее призвание. Корейская медицина сегодня – это высококвалифицированные специалисты с международной репутацией, сверхновые технологии в оснащении медицинских центров, передовые методы диагностики и комплексный сервис. Что нужно для сотрудничества с «Киви Компани», рассказала Эльмира Джарболова. Как я уже говорила, мы работаем со всеми клиниками. Для того, чтобы мы предоставили необходимую информацию, необходимо всего лишь заполнить анкету, где указать данные клиента, диагноз, что он предпочитает лечение какого-то определенного заболевания или пройти комплексную диагностику. В этой анкете необходимо указать симптомы жалобы. И на основании этой анкеты в течение одного-двух дней клиент получает полную информацию о клинике, которая наиболее эффективна в данном случае, варианты проживания, вплоть до информации о питании, экскурсионных программ. В течение одного-двух дней клиент получает всю необходимую информацию для того, чтобы поехать в Южную Корею на лечение. На презентации все присутствующие могли подробно узнать о преимуществах лечения в Южной Корее. Мероприятие посетили более 10 туристических фирм Караганды. Это неплохое начало для сотрудничества. Представители турфирм нашего города уверены, что подобные контакты в скором времени дадут свои плоды, и лечение в городах Южной Кореи получит несомненную популярность среди карагандинцев. Я думаю, на мой взгляд, лечение в Южной Корее возьмет ход, и многим учащимся, присутствуемым на презентации, присутствующим, заинтересовало, потому что в Южной Корее там действительно эффективное лечение. Самое главное, что там заинтересованы именно лечить, не просто пригласить просто обследование, а именно конкретно по диагнозу, по болезни лечат. Всех, кого заинтересовало лечение в Южной Корее, ждут в турагентстве Керемет. Сотрудники турагентства с радостью проконсультируют вас бесплатно по адресу Бухаржирал 49, а также в торговом городе Таир 3, первый этаж ИЦУМ, второй этаж. Асир Сазымбаева, Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Маса Уолстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова